Я что-то похож на человека, у которого был опыт мужчины. У меня есть другие, он спит с огромными кавказцами, со сломанными ушами, с волосатыми огромными накачанными руками, о которых я бы никогда в жизни не сказала. Поэтому просто спросила. Привет. Привет. Что, нашла? Конечно, как я нашла. Наконец-то. Тут столько машин. Ходила-ходила. Как дела? Как дела? Не очень. Смотри, мне... Стрениваться надо обязательно, наверное. Я люблю нарушения. Любишь нарушения? Любишь рисковать? Да. Давай рискнем, что? Это самое у меня только тот замкнул, что-то не выключается. Это не страшно. Я предупрежу, если нас останает, сколько там, полторы тысячи страх? Я, блядь, не знаю. Я без понятия, сколько. Вот, и поэтому я вообще тебя посмотрю, а то темно. Посмотрю, как ты выглядишь. Я не против. Не против? Нет. Да? Отлично. Ну что, как добралась? Ну, быстро вообще. Быстро как раз было, но погода не летная. Ну, погода там не летная, здесь летная. Сейчас погода будет жаркая, что нам придется раздеться. Ты уверен в себе. Конечно. Мужчину красит уверенность в себе, да? Ну, кстати, да, жарковат. Ничего этого не раздевается. Давай начнем с курточки. Пока. Нет, только сам телефон можешь убрать, оно попадет просто. Жалко. Айфон же был у тебя? Конечно. Что за айфон? Последний. Последний? Заработал. Покажи, где последний? Это не последний. Эээ, 13 про. А, сейчас же 14 вышел. 13 про, ну, покажи. Ну, да, я посмотрю. 13 про? Он мне показал, что нет. Нет, конечно. Это вообще не айфон. Я не знаю, что вот это делал. Ну, я издалека увидел. Нет, это с загнутыми экранами, там все дела. Камера очень крутая у него, но в инстаграм, когда выгружаешь, все, мать. Ну, понятно. Поэтому я как раз сейчас собираюсь. А что говоришь, что 13 ты про? Ты просто спросила айфон, я не стала, знаешь. Ну, ты потихоток подумал, знаешь. Форма такая похожая очень. Ну, ладно, рассказывай. Ты? Я? Знакомишься? Да. С мужчинами? Получается, что так. Только с мужчинами? Ну, с женщинами тоже бывают всякие ситуации. Да, серьезно? Сегодня с мужчинами. Ты на два фронта можешь поработать, да? Да, ну, вообще бывает. Ну, я плане знакомствами. Конечно, почему нет? Часто с девчонками в баре знакомимся и дружим. Ладно, да. Ты что, тебя ищешь мужика для каких-то целей? Ой, на самом деле, вот я сейчас общаюсь с девочками и вижу, что они все там, вот, у него там есть машина, у него есть квартира. Я буду с ним. А я ищу человека. У него есть борода? Я скажу ему да. Типа того. Не, ну, просто вообще с человеком должен быть какой-то коннект. Ну, естественно, конечно. И у него может быть только и кеды, да, и, в принципе, если весело. Ну, ты правильно тут показала, когда коннект и нужно подсоединить устройство, чтобы загрузить данные. Понимаешь, да, меня? Да, мне надо ищу проверить это. Почему я просто, знаешь, это шутка, как бы, не сейчас придуманная мной, как бы, да. Я уже, расскажу тебе, просто встречался с девчонками в сайте знакомства, всегда шучу. Чего ты такой пошлый? Какой коннект? Какая загрузка? У тебя шутки ниже пояса. Это, блин, а о чем с тобой разговаривать? О погоде там, не знаю. Это жизнь вообще. Это жизнь, ты симпатичная девочка, как бы, да, симпатичный парень, да. Так, ну и что, главное, чтобы было весело. Если не весело, то сразу нахер. Сразу, нахер. Сказал бы погрубее, но так как мы с тобой первый раз увидимся. Пока я, да, что я твой. Так, ну и что, ты, получается, ищешь, что? Просто крутых накорок, чтоб зажгло. Да, вот будет. А так я, так как недавно в Москве, у меня здесь, в принципе, нет никого, есть девчонки, только с которыми я либо в барах, вот так познакомился, минус работы, теперь вот ты есть, снимаешь. Теперь я и с дожжем, и скорую трению. Так, очень интересно. Мне нравится такая активная, прям у тебя энергия, прям, знаешь, я тебя заряжаю, знаешь, вообще прям, просто. Хоть где-то пригодилось. Супер. Так, окей. Скрой, значит, плохо. Если ты все еще в поисках, значит, ты еще не нашла. Да, пока что. На самом деле, вообще, я считаю, что человек сам сначала должен в себе разобраться, себя полюбить, с собой заняться полностью, и потом, вот, когда придет время, тогда и придет. То есть, целенаправленно, настоящее что-то, оно не найдешь. Вот. Так. А в плане отношений я вижу сейчас, да, как девчонки, хотя, хотя я смотрю на эскортницы, думаю, блядь, я вам немножко завидую, девчонки. Ну, то есть, у нее и с сексом все в порядке, и с деньгами все в порядке, да, и, в принципе, но потом замачиваться в ваню Мирамистина и плакать там, ну, такое себе, знаешь, и поэтому я стараюсь сама ковырять, работаю в барочке, ну, то есть, какими-то путями пытаюсь себя обеспечить, да, и себя сделать, а потом найти человека, чтобы мы вместе уже слепились. Вместе с Мирамистином сидели. Да. Ваня. Поливали прямо вот так. Развивались, короче, достигали чего-то, и вот тогда, мне кажется, это и есть истинное счастье. А не так вот у меня все девчонки, ой, а что, у него даже машины нет, что, у него даже квартир нет, нахуй он такой нужен? Типа, ну и что, что у него есть? Окей, поебет он тебя в этой квартире, покатает он тебя в этой машине, а дальше что? Это же твое ничего не станет, камон. Камон, арбонтряд. Ты что-то сама делай. Друзья, хочу рассказать вам один прикол. Мой друг взломал одну онлайн-игру, и мы уже неделю вытаскиваем оттуда деньги. Думаю, тема скоро умрет, поэтому решил поделиться с вами, чтобы тоже успели что-нибудь вытащить. В общем, если вкратце, один айтишник сделал взломанный промокод, по нему и вытаскиваем деньги из игры. Оставлю ссылку на ютубе, на этот ролик на ютубе. Обязательно посмотрите, не пожалейте несколько минут, и сможете тоже заработать. Кликайте на подсказку, либо переходите по ссылке в закрепленном комментарии, и уже сегодня начинайте зарабатывать. Всем удачи! Тем более, у меня опыт такой, знаешь, был уже, я однажды встречалась, ну не скажу, что за что-то, мне было 17 лет, он был на 14 лет меня старше. Влюбилась в красивые глаза. А он не побоялся, ну какой-то головной ответственности? А он не знал. Что тебе 17? А ты что сговорила, что тебе 20? Да там, на самом деле, он знал. Короче, это вообще парень, короче, у меня есть тетка, у нее лучшая подружка, и он с ней жил 5 лет. А потом, однажды, я поехала учиться на архитектора-дизайнера, и меня моя тетка с мужем довозили. И как раз вот был этот человек со своей женщиной. И мы вот тогда познакомились, мне было 13, он на 14 лет меня старше, с математикой плохо прибавь сам. Ну и, соответственно, мы там, да, назвали имена, ну и все, и как бы разошлись. А потом, спустя там 4-5 лет, мы встречаемся в клубе, и вот так, типа, Анжела, и все. И мы слепились, короче, начали общаться, начали влюбляться, встречаться, никто даже и не задумывался, конечно, о том, кому сколько лет, но потом, когда начали вместе жить, да, ну, то есть начались какие-то уже вопросы, я говорю, мне 19, он такой, мне 23, и все. А потом начали вместе жить, он нашел мой паспорт. Я ху-ю. Ну, хотя он знал, это уж так, знаешь, для вида, мне кажется, было сделано, тем более человек был такой, он был меня старше, он был Пабло Эскобаровск в *** области, и... Что значит Пабло Эскобаровск? Бенч, бенч такой. Чего? Бенча? А, да, он бизнесмен, он был бизнесменом. У него был бизнес. Да, у него был бизнес, конечно, я понимала, что о, ничего себе, еще и поближе к туту, вечные тусовки, как-то все весело, у меня как раз, что надо, возраст такой, тусовочный. А я училась тогда на химико-технолога. Да. Тоже это, там, химичево, производство было на тебе, я понял. Да, это просто совпадение. Вот, и, короче, в итоге начались терки с родителями, два года они со мной не общались, хотели посадить его в тюрьму вообще, и мы тут прятались и скрывались, а потом в один прекрасный день он спит с моей подругой, прям при мне же, ну как бы все, мы там договорились, все нормально, я тут два или четыре дня влюблялась с его другом, но у нас ничего такого не было, просто... Да у вас он-то барбара. Я просто уже от обиды, я не знала, что сделать, и я говорю, блядь, да я вообще тебя давно не люблю, я люблю вот его, короче, и мы тут четыре дня так, знаешь, гуляли, в бадминтон игральную, делали вид, что у нас какие-то типа отношения. Вот, потом он эту подружку слил, ну, конечно, мы сделали вид, что ничего не было, начали опять заново, вот, а потом вообще было весело, все хорошо, мы живем, у нас отношения вообще крутые стали, он даже за три года мне цветы подарил. Серьезно? Я плакала, причем это был веник, он пошел его сам надрал из каких-то оврагов, принес мне, я рыдала, просто фоткала везде, выкладывала, думаю, бля, все это любовь. Ну и, короче, он говорит, ты умная, классная, у тебя последний курс, ты езжай, давай, да учись, а я тебе за это последний айфон подарю, ну и вообще, типа, поддержу у тебя, получишь образование, ну, что ты думаешь? Я приезжаю, он с другой бабой живет просто. Класс, серьезно? Да, я охуела, с моей знакомой, с которой мы просто друг друга ненавидели, а, ну, такая осисястая женщина, я, конечно, его тоже в этом плане понимаю, но в итоге, ну, общий знакомый так и есть, тусовка-то все-таки практически одна, вот, и я там начала узнавать такие подробности, что он за три года, в принципе, со мной, не с родителями, ну, хотя они все знали друг друга, но вот так, чтобы официально, то есть они с ней на море куда-то слетали, с родителями познакомились, а в итоге он там, значит, старчиваться, мне его друзья звонили, говорят, я говорю, ну, никак вообще не просто, она его с ума там сводит, давай что-то придумаю, вытаскиваю его, ну, и я к нему съездила, и так вышло, что я была теперь женщина по выходным, та уезжала учиться, я приезжала к нему на выходные, и так продолжался год, в течение года, ну, не все время, то есть, периодически, а потом мы ее слили и начали жить вместе опять. Прикинь. Класс, и чего потом, чем закончилось? У него поехала крыша, и я с половиной ушла, да. Вот такая вот интересная история. Ну, давай ты теперь расскажешь. Давай я расскажу. Какой опыт у тебя был самый печальный, такой интересный? Опыт в женщинах? Ну, если иду с мужчинами, то есть? Не, 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 ну, я думал, Мадуль, может, что-то и другое, меньше иду. А по жизни, типа, да? Да, по жизни, типа, с мужчинами точно, что похож на человека, у которого и был опыт с мужчиной. У меня есть другие, он спит с огромными кавказцами, со сломанными ушами, с волосатыми огромными накачанными руками, которым я бы никогда в жизни не сказала. Поэтому просто спросила. Да, да. Почему кавказцам это сейчас? Я надеюсь, ты не думаешь, что я кавказец? Нет, конечно. Просто у него такие мужики. Армянь, кавказцы и все вот это вот. Класс. Любит темненьких. Ну, слушай, печальных опытов, таких вот прям историй лютых прям вообще, ну, не знаю, мне кажется, у меня такого прям не было. Ну, так, по мелочи были там какие-то измены, там, не знаю. То есть тебе первым ее изменяли? Ну, когда-ка. Раньше я считала, надо первым изменить, чтобы потом не было обидно, если честно. Ну, блин, а как ты узнаешь, а изменит ли он? То есть ты... Да потом, а раз все равно... Подгадываешь или что? Рано или поздно всплывает, понимаешь, это может быть через год, через 10 лет, но в любом случае всплывает. Может, вы, конечно, и не будете уже вместе, но... Раньше я старалась первым щипать. Да, и как? Очень получалось. Получал класс. Сделал больно, парням разбивался. После этого я вообще на всех так отыгралась, если честно. Простите, пожалуйста, очень жалко вообще. Но что было, то было. Кстати, ты села такая, не спросила, что мы будем делать. Я просто еду, еду. Ты так болтаешь, болтаешь. Да, давай чисто я просто... Покатаемся чисто, пообщаемся. Нет, если нормально по общению ты мне понравишься, то... Может, пойдем куда-нибудь? Погнали. В барчик какой-нибудь. Попухаю. Я 4 дня ни с кем не общалась вот так вот, поэтому приготовься к буре информации. Класс. Ну, как раз переехала я и не успела. Да, ну все. Текущий счет 0 месяцев, 0 дней. Обнуляем? Обнуляем все, просто все. Новый отсчет. А ты такой довольный? Я предполагаю, у тебя сегодня уже все было с утра, например. Нет, я... Ты что? Я такой довольный, потому что такая красивая девчонка, такая лучезарная, с такой энергией, села такая. У нее вот такой счет, мне нужно счет этот обнулить, как бы, да, мне все по кайфу, поэтому... У тебя задачу такую сложную не ставим для первого. Серьезно? Да, конечно. Что, не прыгнем в зад? Конечно. В зад? В чей? А ты что, решила пристегнуться все-таки? Да, просто... Там вроде стоят патрульные, нет? Нет, вроде... У меня зрень просто такой минус 10 плюс туман, поэтому... Ну, на всякий случай не хочу, вот, знаешь, чтобы нас остановились, с кем-то разговаривать еще пришлось. Да, мне кажется, ты так заговоришь, что гаечник просто забудет, зачем он вообще нас тормозил, и вообще, что он делает. Да, да, да. Класс. Так, ну и чего? Еще интересного. Не, реально, ты и заряжаешь просто энергией, просто тебя слушаешь, и, блин, какой уставший был, у меня сейчас просто бьется, знаешь, сердце. Это от меня, наверное, знаешь. Естественно, от кого, не от улицы же, конечно, от тебя. Это супер. Это супер, да. Это редко. Так я не услышала ни истории, никогда у тебя последние отношения были? Последние отношения были два месяца назад. Ага. Но у меня текущий счет не два месяца. Ай, какой. Да, блин, что, раздались-то так, прям, просто раздались. И сошлись с характером, блин, надоели. Ну, не хочешь не рассказывать, ладно. Тогда я расскажу. Давай. Давай. Короче, я на последние вот мои долгие отношения, мы встречались шесть лет в обществе. Нихрена себе. Три года жили душа в душу, но дело так развернулось, что он меня отбил у парня. То есть мы жили, знаешь... Ну, как, не стыдно тебе вот так было парня бросать ради чего кого-то? Он, блин, 800 рублей для меня зажал и не добавил мне их на пальто. Я ходила и мертлой зимой и зарабатывала деньги в магазине его тетки, блин. Он не работал, причем я ебашила, короче. И мне было очень холодно. Я говорю, добавь меня в 8 соток. А приезжаю, он такой, ой, я там что-то все купил, короче. И мне так стало обидно, думал, я в его квартире делала ремонт, блин. Клейла обои, там все. Да ты гастарбайтер, слушай, мне тоже, что ты ремонт нужен, может, поможешь? Давай. За бесплатно все. Я тебе за 800 рублей, я 800 рублей тебе даже получу. Прикинь, все, поехали прям сейчас. Все, ты моя. Мы нашли занятия на вечер. Вот, ну и короче, я думаю, блин, а реально я трачу целый, ну, мы год встречались. Человек, думаю, блин, так ко мне относятся, непонятно. Вообще забота на Оль, мы жрали булки, красную цену йогурт, то есть пока делали этот ремонт, спальня на ламинате, на досках, просто сверху вещи какие-то накидывали, и тут появляется накаченный красавчик с татухами на крузаке такой весь, такой, ты че, ты себя видела, ты с кем вообще встречаешься, а я говорю, нет, типа, я, любовь, не меня, ни на что, все, пока. А он, а он тебе такой, 800 рублей. Да, я такая, кросики снимаю. Вот, ну, короче, он общался с моей подружкой, с лучшей плотно, ну, и так получалось, что мы часто виделись, гуляли, и я такая смотрю, ну, блин, а прикольный чувак, а тот вообще меня щемить по полной начал. Ну, вот, и какое-то неуважение уже проявлялось, туда не ходи, сюда не следи, ну, какой-то абьюз. В общем, и по итогу, тот меня вообще два месяца, он просто стражил около дома, всеми правдами-неправдами, там, давай в машину, давай в машину, дверь блокировал, увозил меня в какое-то прекрасное место, там, да, и то по ресторанам, то по... ну, короче, дал понять, что он от меня не отстанет вообще ни в коем случае. И как-то со временем я в него влюбилась, мы начали, короче, встречаться, жить вместе, и, пиздец, никогда не забуду первое утро, я выхожу, такая, знаешь, квартира классная, я в такой вот белом халасике, белой полотенце, чашечка эспрессо, я выхожу на балкон, пью и смотрю, а внизу вот этот вот Паша, зваль, стоит, блядь, и смотрит на меня слезливыми глазами, тут у меня разрыв, короче, и они меня давай тут, а в итоге я на три дня ушла к тому, а три дня с ним, не пойми как, вообще... То есть, ты туда шел-то, да, да, я думаю, бля, зачем вообще, что я это сделала, что за фигня, в итоге позвонила тому через три дня, он говорит, блин, мне вообще без тебя плохо, я не есть, не спать не могу, я говорю, мне тоже ужасно плохо, ну, я все три дня тусила, все было нормально, вот, но все равно осадок такой, то есть я поняла, что, блин, вот это уже все старое, нахуй, бросаем, и вот, у нас есть новые, лучшие, хорошие, и человек ближе мне по духу, короче, все вернулось, но потом так получилось, что он потерял бизнес, и как-то хуел устал ко мне, знаешь, не обращает внимания там, а причем он сделал так, чтобы я не работала, он мне запрещал работать, запрещал вообще напрягаться, я ходила по салончикам, там, по шмоткам, ну, такие бабские дела, вот, в итоге расслабил меня, а бизнес потерял, и когда я говорила, блин, почему мы не спим, почему мы не спим, почему, почему, почему он говорил, так, заткнись, все, иди, работай, не уби мне мозги, и все в этом роде, ну, и стало очень обидно, очень печально, я начала ему изменять, причем я ему говорила, без какой-то, у тебя там, круговорот измен какой-то, ты вообще, сколько у тебя, сколько у тебя мужчин было? А серьезных отношений 4? Нет, а вот, не серьезных, 4 в кубе, последний 7, а то здесь, этот отбил, потом я этому изменила, к тому, к третьему, к пятому, к десятом, ты кто? Нет, это просто, знаешь, так кажется, что их много, потому что в одной истории, два фигуранта, например, и я просто много раз, туда-сюда, по этому, к гуранту, дело просто, да, поэтому, кажется, их там 20, 30, 40, 50, ну, в общем, не суть, суть в том, что человек две недели, три недели, месяц на меня не обращал внимания, я прямым текстом ему сказала, что хочу сделать, он сказал, иди, я пошла, сделала, пришла, рассказала, мы расстались на месте, через месяц он меня забрал, но потом, вот все, последний рассказал, потом, короче, я его начала знакомить с парнями, типа, это мои друзья, а это были не мои друзья, вот, и, ну, там до секса не доходило, просто, понимаешь, у меня уже от человека, у нас такие отношения стали, как будто мы 50 лет вместе, уже такая бытовуха, не было ни легкости, ни общения, никуда он со мной никогда не ходил, и если появлялся какой-нибудь веселый парень, который в за ручку со мной гулял, куда-то водил, общался со мной обо всем, то вот я их знакомила, говорю, вот мой друг, знакомьтесь, ну, и так вот бывало, да, но это все было по глупости, по дурости, и теперь я точно знаю, что лучше того, чтобы быть верной одному человеку, но ничего нет, даже чувствуешь себя как говно какое-то, когда изменяешь, ладно, ты еще об этом рассказываешь, да, но когда ты о чем-то еще и не рассказываешь, вот это, ну, просто внутри все варится, варится, поэтому я давно уже сменил стиль общения, отношений, вот. хотелось бы что-то, я видишь, как открываюсь, прям все говно выливаю, сам, сам это такое знаешь? не просто, а че тут такое, смотри, скоро стоит че-то. Аминь. А кого ты эту самую? Размазала. Ту-ту-ту. А че там? Вот это поясники, смотри, я накаркала. А, ну, ничего, газелька. О, что лежит, да? Кто-то застрял там. Руки. А как тут ту древесу попал? Офигеть. Давай развернемся, посмотрим. Давай. Не, ну, вообще, ничего смешного, конечно, там явно кто-то под колесами пришел. А под какими наркотиками? Охренеть. Я такого, кстати, давно не видел вообще. О, расскажу. Все, блин, ты меня не заткнешь, короче. А я когда в колледже училась, я никогда не забуду это прекрасное утро шедевральное. Второй курс, едем с утра, все какие-то, после еще Бухалова, и просто лежит мозг, и лежит мозг человеческий. Ну, весь край, короче, на асфальте, ну, на остановку шли, как бы, надо кольцо было сюда ехать, и ничего, и женщина просто в лобовуху вылетела, у нее тело здесь застряло, а как-то так отеталось, что башка вылетела, короче, и мозг выплюнуло. Кринеть. Да, красиво было. Хорошая история, знаешь, позитивно, да? Да, почему нет? Блин, а что там случилось? Интересно. Ну, странно, да? Стоит одна газелька, во что вообще? Сейчас попробуем. Смотри, просто раз, два, скоро менты. Может, там были какие-нибудь заложники в этой, и их там всех перебивал, поэтому так много скорой. Ну, блин, мозгов нет, кроме того же, неинтересно. Не понятно, что там. Так, ну что, вернемся? Все, я могу бесконечно... Ты в отношениях так тоже, когда живешь с парнем, он с утра просыпается, такой глаза откроет, и ты, привет. Да. И начинаешь, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я там была, там здесь меня отбил, короче, здесь это, здесь это, здесь это, я это мы изменил. Вообще, я не хочу изменять, но вообще так получалось. Я себя чувствую каким-то говничем, но это все нормально, это я хочу все изменить. Это жизнь... А там мозги, кстати, еще были, там... Все так. Клазно. Супер. А по жизни ты чем занимаешься? Блин, сейчас начала качаться саморазвитием, короче, ушла в глубину себя, но пытаюсь, пытаюсь разобраться, пытаюсь все эти негативные качества убрать из себя, все эти ложные установки. Потому что все равно все идет из детства, да, и... Все от головы идет. Ну, и закладывается-то все равно все в детстве, если ты видишь, что там, ну, то есть у меня отца вот, например, не было, да, я никогда не видела, что там должен быть один человек и одна женщина, и вот они вместе, и все хорошо. Это и только там после скольки, после двадцати пяти, где-то я начала осознавать, что, блин, можно же по-другому вообще жить. Камон, да, вообще? Да, давай что-то делать. Не, сейчас я вообще с собой довольна и горжусь, раньше я такой образ жизни вела, как бы... это не отъехать. А сейчас, конечно, я вообще молодец, по спорту ударилась, на пилотси была на днях даже, бошку вскрыли капитально, но мне очень понравилось, буду еще ходить, буду разбираться. Такая, короче, я понимаю, что у меня внешность ангела, я была гастащит такая всю жизнь, а сейчас я опять возвращаюсь к тому состоянию, какая я была в школе на первом курсе, девочка-девочка, стараюсь. Класс. Ну, хорошо, какие планы у тебя, вот, на наш знакомый смотрим, мы познакомимся с нами, общаемся, да, едем? Общаюсь. Ну, блин, ты знаешь, мне кажется, с твоим, не знаю, мужу там, или только парню, который с тобой живет, тяжело ставить слово, но мне кажется, тебя нужно затыкать на кое-чем другим. ah, это правильно. Потому, что ты Li, ты знаешь? Ты что ты пиз coworkers, бубниешь, бурю으로? Так, на. А ты и там… Аuf, ну блин… œ respuesta… я такое… за там выполнение… на самом деле я очень общительная наглядка. Серьезно я не заметил, кстати. Так, мне тоже не видно. Да, мне слова не вытянешь вообще. Я думал нет. Ну, я просто так как здесь не так давно живу, да и ни с кем практически не общаюсь. Если есть свободные уши, то я не теряюсь и использую эту возможность. Да, я понял. Планов, на самом деле, на наши знакомства пока нет, потому что я еще не поняла. Я говорю, что ты, кто ты, давай рассказывай истории. Ты же примерно рисуешь, да, портрет мой? Хотя, блин, я рассказываю старые истории, потому что они крутые, они веселые, у меня сейчас в жизни такого вообще не происходит. Вот могу тебе про Пилатес рассказать. Ты меня рисуешь просто историю, я уже буду бояться, если будут у людей 800 рублей. Понимаешь, я это запомнил, я это запомнил. Что там? Звонят. Звонят? Да. Ну ничего, я не распыляюсь. Не распыляешься? Да, значит. Когда все, потом такая подойдет. По работе все потом. Ну, слушай, я тоже разговариваю, как я не такой, конечно, прям импульсивный в разговорах, как бы, ну, я мужчин, как бы мне порастить. Да, я в полном случае что-то говорю, там, что-то рассказываю. Да вы всегда молчите, потом узнаешь, что в ходе уже. Да? Серьезно? Все-таки звонит. Алло? Так, ну я вообще сейчас немножко занята на самом деле, но она завтра никак перенести. Так. Блин, я постараюсь, конечно, я постараюсь, но ничего не обещаю, могу опоздать немножко. Угу. Все хорошо, да. Ладно, что придется. Куда же вы без меня? Все, давай. Что-то там где стараться собралась? Блин. Короче, мне надо отъехать, но может попозже встретить, сможем принести завтра, там не знаю, гулять. Ну, у меня, короче, по работе очень срочно требует бар, быть у них там хэллоу, на кассе все, да? Да, да? Бар дикая и без меня никак. Ну, давай, в принципе, что это? Куда тебе до метро? Нормально? Да, да. Повезуть это метро тогда и потом можем просто встретиться. Да, либо после, но я закончу ее поздно, либо уже завтра, чтобы я была свеженькая, а то все равно я там забегаюсь и стану, наверное. Ну, давай, окей, что там решим, созвонимся, на связи в любом случае, давай, подвезу. Спасибо, что досмотрел ролик до конца и не забудь обязательно кликнуть сюда и начать зарабатывать на новой схеме по злому онлайн игры, пока еще ее не прикрыли.